В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня уполномоченный по правам человека в нашем регионе Наталья Епихина. Наталья Леонидовна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, вот с какими вопросами к вам наиболее часто обращаются рязанцы? В первую очередь на первом месте это ЖКХ. Второе место это социальная защита и пенсионное обеспечение. Третье это права граждан в местах принудительного содержания. Образование, здравоохранение, судебная защита, право на экологию. Вот эти основные вопросы, с которыми обращаются граждане. Каков порядок обращения? Порядок обращения прост. То есть можно прийти непосредственно в нашу офису полномочия на Первомайский проспект, дом 8, написать заявление. Можно его оставить на нашем сайте. Также у нас проходят дни бесплатной юридической помощи. Можно там оставить заявление. И у нас бывают выездные приемы. То есть я езжу и в СИЗО, и в колонии, и в дома-интернаты. В районах региона провожу прием. То есть можно на личном приеме. И по средам с 9 часов до 18 проходит личный прием. Можно ли говорить, что какие-то права граждан ущемляются, нарушаются чаще всего? И если вот так вот можно утверждать, то какие это права? Ну, как я сказала, на первом месте это все-таки ЖКХ. Очень много вопросов у граждан. Очень много вопросов по тарифам, по управляющим компаниям. Вот тут, кстати, к слову сказать, что к управляющим компаниям очень много жалоб. Очень много жалоб от граждан. Они составляют 25% от общего числа. То есть от общего числа обращений по ЖКХ именно в сфере ЖКХ. Начисление на общедомовые нужды, вообще начисление тарифов. Сейчас, наверное, тенденция еще идет к ужесточению какого-то административного наказания к людям, которые не плательщики услуг ЖКХ. И часто в эту категорию попадают пенсионеры. К сожалению, самые незащищенные слои населения и самые ответственные плательщики. Но в связи с ростом тарифов, в связи с распределением общедомовых нужд, начисление этих общедомовых нужд, к сожалению, пенсий не всегда хватает. Я не имею в виду, что пенсии именно на оплату. Но вообще пенсии небольшие. И поэтому, конечно, в первую очередь страдает эта категория населения. А в чем заключается ваша помощь? Ну, во-первых, мы обращаемся по компетенции в органы, в те органы, которые занимаются проверками. Мы рассматриваем конкретную жалобу, ну и стараемся помочь в эти ситуации. Потому что часто, например, люди ко мне обращаются, когда уже проходят определенные круги. Да, они уже много куда обратились. И уже, в принципе, пускают с руки, куда идти дальше, они не знают. Идут туда уже к уполномоченным защищать свои права. И здесь моя задача, конечно, максимально адресно, максимально ответственно подойти к решению вопроса конкретного человека. Ну и ситуации очень много разных бывает. Да, вот в связи с этим, с какими трудностями вам приходится сталкиваться в вашей работе? Ну, трудности, знаете, мне как-то, кто-то мне сказал, говорит, сколько тебе жалоб поступает ежедневно. Ежедневно. Ну, где-то 10-12 поступает в день, очно. Ну, то есть люди приходят на прием ко мне или к сотрудникам отдела. И где-то 10-12 по электронной почте приходят. Ну, что это по сравнению с общими обращениями во все органы власти. Но давайте, наверное, здесь посмотрим по-другому. Что люди уже прошли все стадии, куда они могли обратиться. И это тоже, можно сказать, конечная их точка, куда они обращаются. То есть 10-11 жалоб, я считаю, что это в день, это достаточно много. И это люди уже приходят с томами, переписки, которые нужно посмотреть, которые нужно оценить, проанализировать. И понять, нарушены права, не нарушены. И куда обращаться дальше, куда идти дальше, чтобы защитить человека, защитить его права. Обратная сторона медали – это когда люди, уже добившись чего-то в решении своего вопроса, хотят идти дальше, больше и больше, хотят добиться в улучшении своего положения, может быть, в каких-то преференциях для себя. И часто люди тратят на это годы жизни. И иногда хочется сказать, что, наверное, нужно остановиться и понять, что жизнь идет дальше. Например, человек добивается восстановления на работе, на которой он 10 лет назад работал. Он уже добился, то есть мы добились определенных результатов, ему выплатили определенную компенсацию, но он три года не работает, он хочет работать именно там, и хочет, чтобы именно там его восстановили. Я считаю, что можно этого добиваться, можно, конечно, пройти все инстанции, и, возможно, мы этого добьемся. Но человек не платит, то есть его лишили родительских прав из-за того, что он не платит алименты, он нигде не работает, его содержит мама на свою пенсию. И человек настолько, он уже погружен в юридические вот эти все тонкости, то есть он знает все законодательство, знает все свои дела по времени, по датам, по минутам. Но, знаете, иногда хочется сказать, что остановитесь, все-таки жизнь важнее. Ваша жизнь проходит мимо. Вы уже добились того, чего вы хотели, не нужно уже дальше в это погружаться. Я думаю, что стоит отсечь уже вот эту вот сторону, наверное, прожитую свою, да, и жить дальше, на самом деле, восстанавливать себя и в родительских правах, и, может быть, маме своей помогать, и жить дальше. Вот в Рязани с каждым годом увеличивается количество детей с ограниченными возможностями развития. Вот как в этом плане проходит работа здесь, если сравнивать с другими регионами? По росту количества детей с инвалидностью, наверное, этого нет. Оно где-то, ну, где-то плюс-минус там, да, в одном и том же интервале количество детей. Но что вот касаемо, наверное, репутационных мероприятий, социализации этих детей, наверное, здесь мы не впереди других регионов. Во многих регионах делается, наверное, больше. Но я скажу, что за последние годы в нашем регионе очень многое что сделано. То есть у нас создан и Центр реабилитации инвалидов, это на Грибоедово, и общественные организации создают свои центры социализации для детей, например, с аутизмом, для детей с ДЦП, для детей с Даун-синдромом. Но, наверное, этого недостаточно. В соответствии детей, количество детей и центров, которые есть, оказываемой помощи, это очень-очень мало. В конце прошлого года обсуждался вопрос о создании центра помощи таким детям. На каком этапе сейчас происходит? Центр ранней помощи, наверное, детям. Этот вопрос обсуждался и обсуждается. У нас сейчас на базе Дома ребенка работает такой центр. Ранняя помощь оказывается. У нас общественная организация обещания. Очень хорошая у них система портаж, которая проводится и в Елатомском детском доме, и здесь семьями проводится. Но, опять же, этого очень мало, потому что, например, общественная организация не может охватить весь объем. Но здесь еще и другая сторона, да, что тут, в первую очередь, наверное, ранней помощи, тут нужно, в первую очередь, работать с родителями, чтобы родители хотели и имели возможность привести своего ребенка на реабилитацию, на социализацию. Наталья Леонидовна, вот в сфере здравоохранения, с какими вопросами, если можно конкретизировать примеры, часто обращаются? Ну, обращаются по лекарственному обеспечению, в первую очередь, да, потому что все-таки наш 44-й закон, когда закупки производятся, он где-то хорош, да, потому что это снижение стоимости лекарственного обеспечения. Но, с другой стороны, это по времени достаточно долгий процесс. Это проведение торгов, и четко определить нужно поставщиков, и четко понять, какое количество будет потребителей. И в этом вот как раз вся и проблема случается, да, люди не получают вовремя лекарств, люди не получают, им говорят, что через какое-то время придет лекарство, а лекарства бывают жизненно необходимые, да, которые нужно, человек принимает постоянно. Это один из вопросов. Другой вопрос – это обеспечение лекарственными препаратами людей с орфанными заболеваниями, то есть с редкими заболеваниями. Это дорогостоящие лекарства. И, к сожалению, наверное, здесь Федерация вот эту обязанность по обеспечению именно лекарственными обеспечениями лиц с орфанными заболеваниями возложила на регионы. У регионов, к сожалению, таких средств, как правило, нет. Потому что, например, бывает стоимость одного лекарства около миллиона. А таких людей, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас в Рязанском регионе 179 человек. Ну, то есть, а сумма на одно лекарство – это достаточно крупная. То есть, тут стоит вопрос о расширении, может быть, федерального списка лекарственного обеспечения. Последнее, наверное, ко мне обращаются люди, очень много людей с инвалидностью. Наверное, помню мои предыдущие, мои предыдущие места работы. И последнее изобращение у меня было как раз вот группа пациентов, идеализмного центра, где не разрешают там парковаться на территории учреждения. Но на самом деле парковаться там на территории учреждения нельзя, потому что там все пути эвакуации, тогда невозможно будет проехать спецтехники. Но здесь другой вопрос, что должна быть парковка в непосредственной близости к этому идеализмному центру, потому что обслуживаются все инвалиды первой группы. Люди, например, приезжают на процедуру в 6 утра. Дойти им определенное расстояние – в принципе, угроза жизни, потому что люди с почвами недостаточно, у них ломкость костей повышенная. То есть любое падение чревато дополнительным заболеванием, но вообще опасно для жизни. И кроме того, они стараются, как вы понимаете, рано утром припарковаться-то где, да, все придворовые территории заняты машинами и им портят машины. То есть такая проблема, для кого-то, может быть, она пустяковая, но на самом деле для этих людей она значительная. Поэтому мы сопротивляли рабочую группу, работали, так как у нас диализный центр – это филиал от московского центра и московских представителей, администрации города. Сейчас решаем вопрос о выделении земли для 26 людей с инвалидностью. И как раз мы говорим о том, что эти должны быть 26 мест конкретно для людей с инвалидностью. То есть для их машин, ни для кого больше. Хотя по закону 10% от общего количества парковочных мест должно быть принадлежать для парковки машин для людей с инвалидностью. Здесь мы как бы хотим совсем немножечко в сторону инвалидов сделать. Вы сейчас вспоминали о своей предыдущей деятельности, но не все наверняка знают, чем вы занимались. Расскажите, пожалуйста. Я возглавляла наш Рязанский герметологический центр, где обслуживаются пожилые люди, пенсионного возраста. Это женщины 55 лет, мужчины старше 60 лет. И я возглавляла благотворительный фонд нашей деятельности, который занимается помощью детям с инвалидностью. Вот сейчас ваша прошлая работа находит отражение в нынешней? Да. Кстати, вы мне задавали вопрос, больше ли каких больше обращений. Наверное, зная мою прошлую деятельность, больше людей обращаются с инвалидностью, больше обращаются по социальной защите, по пенсионному обеспечению, люди с инвалидностью, в том числе и родители детей с инвалидностью. Вот как раз по медицинскому обеспечению, по лекарственному обеспечению, группа родителей ко мне обратилась по такому лекарству Сабрил, которое не входит в список обязательных. Оно у нас не зарегистрировано в Российской Федерации, но оно жизненно необходимо всеми детям в нашем регионе. Ну вот, связалась с своими коллегами по всей России, в принципе, знаю теперь, какая ситуация обстоит в каждом регионе. Сейчас анализируем и, наверное, будем продолжение на федеральную орденную сеть по обеспечению именно этим лекарствам. Благодарим вас за беседу. Спасибо вам. Успехов вам в вашем нелегком труде. Телезрители напомню, что в гостях у нас сегодня уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина. До новых встреч в эфире. До свидания.